Безусловно, самый большой интерес за прошедшую неделю вызвала история с выступлением Елалова перед Путиным. Уважаемый Владимир Владимирович, Елалов Ирик, глава администрации города Уфы, республика Башкортосан. На московском урбанистическом форуме, который является, наверное, основной площадкой, где обсуждаются городостроительные вопросы, в том числе и благоустройство городской среды, и на прошедшем форуме «Единая Россия» в городе Краснодаре, очень широкая дискуссия была, особенно среди мэров, городов со специалистами-архитекторами, дизайнерами по вопросу проектирования и ландшафтного дизайна, скажем, наших городов. И, в общем-то, рассуждение, обсуждение, что это было, что это значит, как обычно у нас масса всяких предположений и толкований. Ну, на самом деле, конечно, это был глубоко срежиссированный акт выдвижения Елалова на федеральное поле. Совершенно понятно, что выступить произвольно или несогласованно на подобном мероприятии никому не позволяют. А я полагаю, что организатором этого выступления был, конечно, господин Бабич, который в последнее время все более и более является очевидным покровителем Елалова, его, значит, таким полкателем вверх, то есть Елалов нашел себе в его лице покровителя, который помогает ему в его борьбе с Хамитовым. Для чего вообще Елалову нужно вот этот вот набор этих политических очков, попытки, значит, где-то зафиксироваться в сознании как успешного политика и уже не просто хозяйственника, эти попытки преследуют несколько задач. Как минимум, это сохранение той позиции, которую он сейчас имеет. И, безусловно, что Хамитов, наверное, не прекратит попытки смещения Елалова, несмотря на то, что пара таких попыток увенчалась провалом, Елалов это понимает и закономерно утверждается, усиливает свое влияние, свое значение и так далее. Зачем это Бабичу? Ну, Бабич всегда был в очень странных, очень сложных отношениях с Хамитовым, никогда не находилось единства интересов, постоянно были какие-то противоречия и это так и продолжается на самом деле. То есть, несмотря на то, что Бабич вроде как куратор Башкирии, равно как всего Поволжья, но именно с Башкирией здесь существует ряд проблем, ряд каких-то проблем и конфликтов. В том числе, видимо, Бабич решил использовать Елалова как некий инструмент в своем противостоянии, например, с Хамитовым. Это совершенно закономерно и понятно. Но Елалов, конечно же, преследует еще далеко идущие цели, предполагая свое возможное выдвижение в губернаторы или еще куда-то, он, конечно, решил теперь стать публичным политиком. Мы видим сейчас этого Елалова 2.0, который перестал говорить откровенные глупости, который перестал хамить в прямом эфире на оперативках, который даже внешне стал выглядеть немножко другим. И, в общем-то, не прошло и 6 лет, как Ирика Ишмухамедович внял бесконечным советом своих консультантов о том, что нужно заниматься собственным имиджем. Очень показательная история случилась по поводу вот этого несчастного 1 или 4 сентября, когда начинать был учебный год 1 или 4. Вот эта публичная порка дамы, которая курирует образование в администрации города, на тему того, что она имела неосторожность не с Елаловым посоветоваться, когда начать учебный год в Уфе, а пошла в Республиканское министерство узнавать. Вы что, руководитель муниципалитета, что ли, стали уже такие громкие заявления с трибуны делать? Нет, Илья Григорьевич, конечно, нет. Безусловно, мы будем разговаривать и с общественными. Дайте мне договорить. Да, извиняюсь. Тут, конечно, Елалов не сдержался и начал шуметь, что он все еще городоначальник, и с ним надо тоже иногда советоваться. Но, тем не менее, опрос показал, что, в общем-то, граждане в колоссальном большинстве своем предпочитают начать учебный год как раз-таки 4 сентября. В итоге, наверное, все-таки возобладал здравый смысл, потому что здесь ведь проблема была как раз не в этой женщине, а в том, что комендарь в этом году так сложился, что действительно начинать учебный год 1 сентября крайне неудобно, а 4-го просто логично. Однако Ирика Ишмухаметович у нас не всегда следует логике, а чаще он следует каким-то вот этим вот ритуальным аспектам, что сначала надо было сходить к ним. В общем, тетенька получила в итоге нагоняя. На этой неделе у нас случился, конечно, грандиозный шок в правительстве. Это отставка вице-премьера Мунирова. Вот еще совсем недавно представить подобное было нельзя, потому что Муниров – это не просто вице-премьер. Муниров – это даже не Магадеев. Муниров – это ближайший друг, соратник и многолетний партнер Рустема Хамитова. Партнер по реализации и освоению огромных массивов федеральных республиканских денег в дорожном хозяйстве, в дорожном фонде, ремонт, строительство и так далее. Кроме того, Муниров недолго пробыл у нас вице-премьером, который курировал и строительство вообще, не только дорожное. То есть надо понимать, что Муниров – это один из таких главных кошельков Хамитова. И вот он отправляется в отставку. Это, конечно, шок. Помимо многолетней дружбы с молодых ногтей и переноски мебели в новую квартиру Хамитова, Муниров, конечно, еще очень многим заслужил покровительство Хамитова. И вот он в отставке. Это, безусловно, событие чрезвычайное. Чем оно вызвано? На мой взгляд, Хамитов сдает своих только тогда, когда страшно напуган сам. Чем и кто его напугал? Можно только предполагать, что, безусловно, конечно, это, скорее всего, федералы. И, насколько я знаю, последние провалы в дорожном строительстве – это даже не тот несуществующий мост, который там по документам был построен. Это даже не та система безопасности дорожного наблюдения, которая не существует, но оплачена. Это, безусловно, эпизод с концессией, который был провален и вызвал серьезный конфликт между вице-премьером Шуваловым и министром транспорта и дорожного строительства в правительстве России. Результатом этого конфликта, результатом вот этого потери неких возможностей со стороны Шувалова, стала именно стремительная отставка нашего председателя комитета, последовавшая за ней отставка Мунирова, уже руками Хамитова, который понял, что земля из-под ног уходит, и грядущая отставка руководителей Башкиров-Тодора, которая не состоялась в последнюю пятницу, при весьма таких комичных, на самом деле, обстоятельствах, ввиду неявки двух членов Совета директоров, это господина Мунирова и самого руководителя Башкиров-Тодора, потому что они понимали, что, в общем-то, на этом собрании акционеров, руководителей, которые в том числе и в большинстве своем состоят из представителей комитета по земельно-умышленным отношениям господина Муриева, они, конечно, снимут директора Башкиров-Тодора и назначат нового, потому что сейчас реальная команда Мунирова уничтожается, то есть ее вся болтачевская группировка будет достаточно быстро, стремительно, немедленно будет разгоняться. В общем, конечно, вот это событие очень значимое, не все на него обратили должное внимание, но на самом деле Дорожный фонд и расходы на дороги в Башкирии это огромный кусок бюджета, в том числе и федеральных денег. Ну, рассматривая отставку Мунирова, конечно, надо понимать, что это ослабление позиций Хамитова, то есть, конечно, надо понимать, что на место всех участников болтачевской группировки, которая занималась дорожным строительством в Уфе и в Башкирии, придут люди не хамитовские, придут люди, которых как минимум будут согласовывать через, значит, московские структуры, и, конечно, Хамитов утратит определенные возможности, в том числе и финансовые, конечно, это ослабляет его позицию. Там, скажем, шаг ли это к отставке Хамитова? Ну, в определенном смысле, то есть каждый шаг в жизни – это шаг к смерти, да? То есть в данном случае это, конечно, ослабление его позиции, которая впоследствии, безусловно, может способствовать его отставке. Но пока говорить о ближайшем времени об отставке Хамитова, наверное, рано. Еще одно событие из числа незаметных, но значимых случилось у нас на прошлой неделе. Это обращение прокуратуры Республики Башкортостан в администрацию города с требованием разрешить ситуацию с выделением земельных участков четырем строительным компаниям из земельного фонда ГОРКУФЫ. Прокуратура считает, что выделение этих участков бесплатно, безвозмездно для строителей было незаконным, что должна была быть другая процедура и вообще это стоит денег. Казалось бы, ну, вроде бы какая-то незначительная история, там администрация опять что-то начудила городская. На самом деле это не так. Эти участки были выделены компаниям якобы за участие в ликвидации, проблемы достройки проблемных домов в 2010-2011 году. Та история, с которой, собственно, начинал свой путь в Башкирии Хамитов, которая ужасно его раздражала и которую якобы успешно решил эту проблему господин Гуманов. Но вот как раз таки, когда дома достроили за бюджетные деньги, кстати говоря, через фонд жилищного строительства, что само по себе довольно странно, да, то есть за общественные деньги достраивать там дома каких-то частных владельцев. Ну ладно. Но вот потом прислучилась вот эта вот выдача земли, которая якобы компенсировала затраты вот этих вот государственных предприятий, которые героически участвовали в ликвидации этой проблемы. И ладно бы они достались эти земли государственным предприятиям, они очень странным образом, быстро меняя хозяев, переходя из рук руки и меняя там учредительство организации, попали в руки, в общем-то, обыкновенных нормальных строителей. И я подозреваю, что эти нормальные строители совершенно честно и благородно заплатили кому надо за эту землю, потому что бесплатно у нас не бывает земли. А вот сейчас выясняется, что они крайние. Очень любопытно будет понаблюдать за этой ситуацией, как она будет разворачиваться. Потому что, скорее всего, и вероятнее всего, эти самые строители здесь ни при чем. Они-то, честно говоря, оплатили всю эту землю. И хотят сейчас и строить эти объекты. Посмотрим, кого сделают крайним, кто кого здесь, значит, выдаст и издаст. Это будет очень интересная история. На самом деле, хамитов, конечно, этой историей воспользоваться для набора очков не может. Потому что в основе всей этой ситуации с этой землей лежит распоряжение правительства от 29 августа 2011 года, которым, собственно, и был запущен механизм выделения этой земли. Просто в 2011 году Илалов был еще слаб, несамостоятелен и, в общем-то, напуган этим своим положением городоначальника. И, конечно, он безропотно исполнял все указания правительства, хамитова и так далее. Вот сейчас бы, наверное, он так не сделал. Но уже поезд ушел, с тех пор прошло 6 лет и так далее. Очень будет интересно. Конечно, в основе развития этой ситуации будет последовательность и настойчивость прокуратуры. Если она будет добиваться ответов на свои вопросы, решения этой проблемы, так или иначе. То есть вариантов, на самом деле, много, но самое важное – определить виновность. И самое важное – найти здесь корыстный интерес. Как же так, да? Вот эта вот очень дорогая золотая уфимская земля вдруг бесплатно выделяется. Ну, не бывает такого, на самом деле, в реальной жизни. Мы знаем, что на черном строительном рынке земельные участки стоят сотни миллионов рублей, а тот участок в 30 гектаров, который был выделен, на самом деле специалистами и строителями оценивается ну, пару миллиардов рублей точно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...